С 10 часов утра на центральной площади Одинцова работала выездная бригада врачей. Все желающие могли пройти обследование, сдать кровь на сахар и холестерин, но самое главное – исследовать свои легкие. Клюорограф работал весь день, буквально в течение пяти минут. Пациент получал на руки результаты и отправлялся на консультацию к фетезиатору. Люди приходят и идут целый день. Мы стоим с 10 утра до 17 дня, и люди еще идут, идут, и всегда спрашивают, когда можно еще прийти, когда будет следующий день стоять. Но у нас своей передвижной флюорографической установки нет, поэтому спасибо Альтамеду, спасибо Грибцову Борису Васильевичу, который нас выручает каждый год, и мы проводим эту акцию. Медицинское оборудование, которое в этот день было задействовано в акции, предоставил медицинский центр «Альтамед». Исследование проходило в комфортных условиях для пациентов. Желающих проверить свое здоровье оказалось немало. К полудню даже образовалась очередь, но это нисколько не испортило настроение участников. Самое главное, что этот комплекс подвижный, быстро развертываемый, и самое главное, что в нем можно оказывать полноценную помощь. Это первое. Второе, то, что он может быстро и целенаправленно использоваться в борьбе и против туберкулеза, потому что на сегодняшний день здесь развернуто силами противотуберкулезного диспансера взятие анализов, лабораторных анализов, и плюс еще осмотр аптезиатора, который в случае выявления каких-то дает сразу консультации и, соответственно, встает на учет диспансера. Не начался пока дачный период. Интересно именно пройти в субботу, выходной, поэтому нам очень удобно. Врачи не устают говорить о том, что туберкулез не сдает свои позиции, именно поэтому жители не должны игнорировать плановую диспансеризацию или хотя бы раз в год пройти флюорографию. Это поможет на ранних стадиях выявлять заболевания и успешно их лечить. Желаем всем жителям Одинцовского района быть здоровыми, проходить своевременно каждый год флюорографию, следить за своим здоровьем. В ходе акции обследования прошли 97 человек, у четверых из них выявили патологии. В настоящее время все эти пациенты отправлены на дальнейшее обследование и лечение. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.